Всем привет! С вами Руслан и это канал СамоТо. Я тут почитал в комментариях, что людей интересуют новинки польского пива. И посмотрев, вспомнив, что по сути мы вообще даже не задевали польское пиво. У нас нет ни одного обзора на канале, хотя все остальные соседние страны мы уже доли поперёк поизучали. И поэтому, прежде чем изучать какие-то новинки польского пива, я всё-таки решил немножко сделать пару тестов довольно-таки часто встречаемых польских сортов пива. Вот одно из них тузские. Вот. По-моему, это самое часто встречаемое в Беларуси польское пиво. Поэтому начнём мы всё-таки с не новинок, а с более часто встречаемых пока сортов польского пива. Так что, погнали! Опа! Ух, пошла вода. Короночка на крыше. Это ж не коронавирус, я думаю. Так как эта эмблема уже явно очень давно, 1629 год. Мадринпоунд. Всё в порядке, всё лицензия. Написано, что нельзя употреблять его за рулём. Ну что, давайте попробуем. Так, руки-крюки пошли в дело. Так, сколько у нас здесь оборотов? Получается 5,2. Ну, достаточно крепкое будет пивко. Цвет приятный, не сильно насыщенный, золотой. Пена, если руки не ровные, всегда есть. Аромат хороший, присутствует. Нет никаких таких лишних ноток в нём. Ну что, надо пробовать. Вкус достаточно насыщенный. После вкуса присутствует. Во вкусе, в принципе, нет никакой такой сильно ярко выраженной горчинки. Чувствуется такая немного хмелевая нотка, но она приятная, не горчит вообще. Вполне нормально, достойное пиво. В принципе, здесь нет ничего такого плохого, ничего я не могу сказать. Да, конечно, это стандартный лагерь, здесь нет никаких вопросов. Хотя, в принципе, это немного, я могу назвать, лагеров, которые полностью соответствуют по вкусовым ощущениям. После вкуса есть, и вкус, и запах, всё есть. Ну, то есть, достаточно хорошее, сбалансированное пиво. Давайте ещё немножко льём. Да, в принципе, здесь не чувствуется 5,2 вообще никак. Пьётся очень легко. Понятно, что эти 5,2, они проявятся явно не после первой бутылочки. А так как оно легко пьётся, то есть, его можно спокойненько использовать, там, под футбол, под любые спортивные мероприятия, просмотры. То есть, тут, конечно, из-за того, что легко пьётся, и нет никакой такой горечи, ничего, то есть, можно и уйти хорошо. Потому что и 5,2, они же никуда не пропадут. Кстати, пена достаточно стойкая, никак не уходит. Уже сколько мы уже, сколько уже идёт выпуск, как бы, она стабильненько держится. Очень неплохо, всё устраивает. Да и, в принципе, градус тоже нормальный. Его, как бы, легко пить, и при этом, ну, тут нету какого-то сверхградуса. Всё-таки, 5,2, это приблизительно, если по белорусскому рынку, то сравнивать это, наверное, где-то реческое светлое. Но в реческом светлом очень такая ярко выраженная кмелевая горчинка. И, в принципе, для тех, кто не любит её, то, конечно, это пиво очень хорошо может заменить по градусу. Но, конечно, цена не будет такая же явно, как и на реческое светлое. Здесь, конечно, будет подороже. Но оно часто, в принципе, бывает на акциях, поэтому можно его выловить, заценить. Ну, и если подходит, то пробовать. Давайте перейдём к оценочке нашего первого выпуска по польскому пиву. Я думаю, что мы поставим 7 баллов. Всё-таки это хороший, но при этом самый обычный, стандартный лагерь. Неплохо. Очень неплохо. Я думаю, что мы дальше будем шерстить польский рынок. И доберёмся до новинок польского рынка. Я думаю, что будет достаточно интересных обзоров. В принципе, на белорусских полках польского пива... Ну, польское пиво не на лод. То есть, оно там есть, оно всегда было. Поэтому, я думаю, что нам нужно изучить полностью этот рынок. Ну, а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, какой пивасик ещё нам обозреть. Там уже небольшая у нас по комментариям, по заказам, по обзору пива, небольшая уже очередь. Ну, и всё равно пишите, если будет что интересное, обязательно отснимем. И всё. Всем пока. И это Само ТОП. Субтитры подогнал «Симон»!